Говорить вместе, беседовать мы с вами будем о чем. С утра вы уже услышали о сложности системы по правам человека. Я в эту сложную структуру добавлю еще одной презентации по одной из конкретных конвенций, которые упоминали сегодня утром. Я покажу, что сложно, с которыми мы сталкиваемся. Мой коллега Шарт говорил с утра, как мы можем делать так, чтобы вся эта система так или иначе приходила в большей степени гармонии для того, чтобы продвигать вопросы прав человека. Это вызов, система работает с этим в течение многих лет. Один из последних аспектов – это усиление договорной базы, чтобы избежать перекрытия, двойного покрытия тех и таких вопросов разными аспектами. Вот с утра в первой части также говорили об экономических, социальных, культурных правах, которые также покрываются рядом соглашений. Соответственно, подумайте, насколько странным, членам этой системы, надоедает эта система слишком много всего. Учитывая особенно то, что особенно у развивающихся стран недостаточно человеческих ресурсов, которые все это будут отслеживать, готовить различные отчеты и так далее. Мы же не бюрократии, хотя мы же хотим больше результатов, эффекта хотим. Соответственно, я постараюсь объяснять, почему же в такой ситуации у нас храняются, поддерживаются те или другие соглашения, которые имеют очень важный смысл, и почему вопросы гендерные, вопросы экономических, социальных и культурных прав сохраняют свою актуальность. Вот если парочку минут времени уделим, чтобы подумать о правах женщины, почему вообще мы продолжаем об этом говорить и сегодня, то мы знаем то, что права женщины – это те права, за которые отстаиваются женщины и ради женщин. К счастью, не только женщинами, но и мужчинами тоже. Это борьба ради нашего будущего, ради достижения мира, который будет более сбалансированным, ради как наших дочерей, так и сыновей. То есть, другими словами, в этой борьбе мы не боремся против кого-то. Вот это один важный аспект. Некоторые страны смогли из институции анализировать указанные законы, поддержать их местными законодательными актами и теми другими системами в других частях. Это сложнее, причем потому, что некоторые из этих прав подавляются, игнорируются. Это факт, это реальность. Нам также известно, что права женщины отличаются от более широкой концепции прав человека, хотя мы постоянно продолжаем повторять, что права женщины – это тоже права человека. Но они отличаются в том смысле, что тут имеется традиционная исторически определенная предвзятость в вопросах отношений к женщинам по сравнению с мальчиками и мужчинами. Необходимо признать и в западном сообществе это так, и в многих других частях мирового сообщества это продолжает. А каковы вопросы, которые связаны с правами женщин? Они включают в себя, ну, не только на то, что целостности, прав заниматься общественной деятельностью, заниматься предохранением от беременности, вопросами здравоохранения, там и так далее, участвовать в голосовании, вопросы собственности, родительских прав, прав в браке и так далее. Эти, борьба за эти права началась в 19 веке, тогда, когда женщины начали спрашивать, требовать и проводить демонстрации за право голосовать. И постепенно первая страна, которая гарантирована право голосования, это была Новой Зеландия. Это было очень важное право, которое, я позволяю мне быстро показать, каким образом развивалось все это дело в истории, того момента, когда существовало организационные нации, потом мы переведем к вопросам развития прав женщин в рамках ООН. Первая страна, которая служила в Символе Самаде в 1863 году в Новой Зеландии, потом в 1902 году Австралия, потом был ряд стран в начале 20 века и Российской Федерации после Российской Революции. Временное правительство гарантировало всеобщее универсальное избирательное право и равенство между мужчиной и женщиной. Очень был большой шаг для вашей страны, и вы сохраняете это, и вы продолжаете развивать это, и, может быть, не без недостатка, но вы следуете этим пути. В конце Первой мировой войны большое количество стран последовало этому примеру. Вы можете найти всю эту информацию на различных сайтах, включая межпарламентские сайты Миропарламентского Союза, которые являются очень интересным, что касается представления прав женщин в международной политике. Но просто, чтобы дать вам еще один пример, мы тут просто не говорим или не пытаемся пристыдить кого-то, так как когда мы говорим о недостатке или нехватке вопросов, согласен, чтобы... Можете себе представить о том, что полное право было представлено только в Швеции в 1971 году? То есть я могу о Швейцарии говорить, я сама из Ливана, но я швейцарский. Вы можете представить, что Лихтенштейн только в 1984 году в Лихтенштейне было разрешено голосование? И это те самые области, в которых мы уходим от того, чтобы кого-то еще раз пристыдить или там пальцем текать. В каждой стране специфически эти вопросы решаются по-своему. И каким образом получилось так, что была сделана приверженность правам женщин в ООН? Мы говорили о том, что были подписаны Харти или Устав РНС. И мы уже говорили о том, что Устав ООН... Есть у нас 51 делегация, которая подписала этот Устав. И в этих основополагающих документах ООН еще раз были подтверждены то, что есть вера в фундаментальные права человека, в соблюдающее достоинство человека, правительство права мужчин и женщин, всех наций, больших и малых. Это четко, ясно записано в Уставе ООН. И плюс мы после этого в 1974 году, в 1947 году, мы начали, организовали комиссию по положению женщин. И с учреждением этой комиссии она попросила нас рассмотреть и сделать рекомендации по политике для того, чтобы лучше положение женщин. И в настоящее время это тот самый уровень, который сейчас работает, действует, который состоит из государства участникам. И тот, который работает над правами женщин, мы сегодня от профессора ровно слышали, почему было произведено разделение между политическими правами и другими правами, почему различные расхождения были здесь. Однако мы видим здесь также о том, что между 1947 годом и 1962 годом комиссия сконцентрировалась на установке стандартов международных конверсий для того, чтобы изменить дискриминационное законодательство и для того, чтобы привлечь внимание к вопросам прав женщин, и для того, чтобы провозгласить режим права женщин в универсальный декларацию права человека. То есть мы видим еще раз о том, что нам показывают, что права женщин на самом деле глубоко украделены в Уставе ООН, в декларации. Когда мы успешно боролись с синонимом человечества мужчины, для того, чтобы в человечество включить и понятие женщины, эти процессы шли и развивались в течение времени. И мы видели о том, что большое количество договоров было приготовлено в этот промежуток времени между 1949 и 1959 годом, включая Конвенцию по национальности женщин, политических прав женщин между 1946 и 1967 годом. Мы также приготовили знаменитую декларацию по искоренению дискриминации женщин. И это очень важно знать. Это была всего лишь декларация. Почему мы после этого перешли к конвенции? Потому что декларация не имеет никаких обязывающих элементов. Было понятно, что через несколько лет после существования декларации стало понятно, что нам необходимо что-то для того, чтобы создать определенные обязательства для государства участников. И мы занимались тем, что профессор Роман назвал, что есть уважение, это уважать, защищать и выполнять. И этот договор в конечном итоге в это воплотил. Как я вам уже сказала, это не было обязательным документом для государства участников. Таким образом, было ощущение того, что нам необходимо рассмотреть подготовку договора. И наша организация начала рассматривать эту возможность в 1972 году для того, чтобы был более обязывающий документ. И во время 1975-го мирового конгресса, известного международного, который принял мировой план действий, всемирный план действий, который специально призывал к тому, что была специальная конвенция по искоренной дискриминации против женщин. И ООН провозгласила десятилетие 1976-1985 года десятилетием женщин. В 1979 году, во время этой десятилетия, была одобрена специальная конвенция Генеральной Ассамблей. И вот эта вся историческая исправка говорит вам о том, каким образом этот процесс может быть скучным, нудным, трудным, до того, как вы, в конце концов, получаете работающий инструмент. Потом была специальная конференция, и через 30 дней, после того, как 20-й член государства подписал это, она вступила в силу. В настоящее время 189 стран, 193 стран-участников ратифицировал этот документ. Я не буду сейчас уже идти в ту область, касающуюся такого резервации. Большинство количеств есть резервации этого договора или отступления какие-то. И есть те отступления, которые фактически обнуляют применение этой конвенции. Да, но тут есть о чем поговорить. Это можно обсудить в Генеральном секретариате, чтобы они сделаны более обязывающими. Но этого не происходит сейчас, этого процесса. Каковы же обязательства стран-участниц согласно этой конвенции? Ну, я не хочу. У нас есть 16-я статья, она очень важная. Я могу вас отправить на выписание, где вы можете пойти и посмотреть свой материал конвенции. Но что я хочу через что провести вас через некоторые моменты для того, чтобы сфокусироваться на тех, которые по-настоящему сфокусированы на социально-экономических правах. Это суть летней школы. Я хочу, чтобы вы видели связь между тем, что говорит этот договор по поводу этого конкретного набора прав. Но ввиду того, что эта конвенция борется с дискриминацией, очень интересно посмотреть, увидеть здесь о том, что является определением дискриминации в контексте этой конвенции. Я дам вам несколько секунд для того, чтобы вы прочитали. Или если хотите, я вам прочитаю все, что там написано. Ну, прочитайте сами. Итак, мы говорим о каких-либо ограничениях, сделанных на основе пола, которые имеют эффект или цель ухудшения или сведения к нулю признания, то есть права жизни на женщин, независимо от их семейного положения, на основе равенства мужчин и женщин и фундаментальных свобод человеческих в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области. Мне кажется, это по-настоящему четкая и ясная формулировка того, что касается экономично-социально-культурных прав, касающихся этого вида прав. Но что это значит конкретно для вас, для вас, для молодых студентов, и позже, может, вы будете работать на госслужбы или работать на гражданскую. Вообще, это означает, что вы должны сами себе задать вопрос, конституция моей страны гарантирует ли равенство мужчин и женщин, запрещает ли она дискриминацию в зависимости от пола и семейного положения. Вы должны спросить, есть ли политики или государственные политики, которые противостоят дискриминации женщин, отвечают ли они вопросам, касающихся равного отношения к женщинам, есть ли у вас законы, которые позволяют женщинам пользоваться всеми набором прав, есть ли какие-либо случаи, в которые могут ненамеренно быть дискриминационными, есть ли какая-то дискриминация частными предприятиями или в домашней среде вашей стране, есть ли такие случаи дискриминации, это более точно говорит о том, каким образом можете вы сами спросить, задать этот вопрос, но и также призвать к ответственности государства точно так же, как и внимание вашего гражданского общества к вопросам нарушений, если таковое есть. Во второй статье есть обязательство искоренить дискриминацию, страны-участники отрицают дискриминацию против женщин и согласились всеми возможными способами и безотлагательно проводить политику искоренить дискриминацию против женщин и применять все меры, которые только возможны для того, чтобы применять принципы равных прав в Конституции, для того, чтобы применять равные права, которые бы мы предотвращали дискриминацию против женщин, для того, чтобы обеспечивать юридическую защиту, реализация этих прав на равных правах мужчин и женщин и, как вы видите. Так, тут у нас какая-то неполадка, ничего не делается, не двигается. Окей, если это не работает, я буду продолжать из моих писания, но я не знаю, почему это ошибается. Окей, что случилось? Что я не делаю? Нет, просто... Окей, окей. Ну, и так, что я хотел бы, то хотел бы также подчеркнуть еще раз, ну, может быть, мы посмотрим эту статью за статьей, и мы сейчас вернемся... И мы вернемся к... Что это означает для страны? Мне кажется, это очень важно. Итак, что это означает обязательство искренне дискриминацию? Это значит, что госучреждения и государственные органы должны иметь проактивную роль, играть. А также частные лица и предприятия должны тоже этим пользоваться. То, что любая политика и любые действия государственных органов не должны дискриминировать женщин. Опять-таки, если какие-либо законы, административные меры, которые дискриминируют женщин, и в том случае, если мы можем идентифицировать, определить области, в которых женщины дискриминированы... И мне бы хотелось, чтобы вы имели это в виду, что, возможно, мы дойдем до дискуссии, я бы хотел пригласить вас, как профессор Ромин сказал, но для того, чтобы вы сказали свои мнения, где те области, где вы, как вы считаете, вы можете определить, как та область, в которой женщины дискриминированы, в вашем контексте, в вашей стране. И потом, когда мы переходим к третьей статье, мы видим на важность развития женщин в смысле развития государственных обязательств во всех областях, особенно в политической, социально-экономической, культурных областях. Все соответствующие меры, включая законодательные меры, для того, чтобы обеспечить надлежащее развитие этих прав, а вопрос опять возвращается сюда, существующие законы и практики, которые есть. Вы задавать должны постоянно этот вопрос, задавать этот вопрос государственным учреждениям, касающихся ситуации в отношении каждой статьи, соблюдается ли там права женщины. И, конечно же, было ясно после всех этих лет, с момента декларации, вплоть до создания конвенции, что не такой уж большой прогресс был получен, был очевиден с точки зрения ускорения появления равенства между мужчинами и женщинами. То есть было то, что мы говорили, временные специальные меры. Это очень важная статья 4, которая не всегда правильно поминалась странно, потому что она рассмотрит, что если вы вводите какие-то квоты или вводите какие-то ограниченные по временной политике, вы уже создаете своего рода дискриминацию, мне кажется, это не должно быть такого особенного. Вот эти временные меры, они используются многими картами для того, как странно, для того, чтобы подправить ситуацию, для того, чтобы все равно меньшей степени части женщин оставалось в политической жизни, потому что женщинам не дается возможность, их не поощряют к тому, чтобы в политической жизни или в других областях, особенно в области образования, там, где нам необходимы какие-то необходимые отдельные специальные временные меры для того, чтобы привлечь большее участие женщин до определенного ожидаемого уровня. То есть эти меры называются временными, потому что, когда мы доходим до нужного баланса, эти меры могут быть отменены, они не вечно будут продолжаться, но очень часто в определенных странах есть сильное сопротивление даже к таким мерам. И, как я уже говорил раньше, эта статья признает из практики, что даже если в том случае, если у вас есть нормальное юридическое равенство, то де юре – это одно равенство, а де-факто равенство – это абсолютно другая картина. У вас, можете, хороший текст на бумаге, который хорошо написан, сформулирован, но когда дело доходит до ежедневной ситуации на Земле, то дело совсем по-другому обстоит. Вот это мир может помочь. У нас есть, опять же, мы можем обратить внимание, но очень важный момент, который ведет к дискриминации – это так называемые стереотипы, вопрос стереотипов. Нет общества свободных стереотипов. И это, возможно, самая сложная область, в которой определенная работа делалась в этой области, особенно здесь, в летней школе. Это помочь вам, задать вопросы вашим собственным представителям, не только касающихся прав женщин, а других тоже областей, других религиозных убеждений, другой национальности людей. Стереотипы очень трудно преодолеваются, однако они очень важны для того, чтобы вызывать перемены, проводить перемены. Мы уже говорили о процессах изменений, и процесс изменений очень разный, процесс трудный, процесс разных стран, по-другому это делать, и мы здесь вместе, для того, чтобы помочь стране, помочь, если, конечно, происходит, что есть такое обязательство, страна себя ввести в определенном направлении, для того, чтобы двигаться в определенном направлении, менять менталитет и стереотипы. Это очень важная область, касающаяся женщин, но не только женщин. Мы знаем о том, что у нас есть роль полов в обществе, они по разному обязанности распределены, есть определенного рода религиозные законы, и есть тенденция того, чтобы женщин задвигать, ограничивать их роль, просто чтобы они были к матери, дома сидели, домохозяйки. Это не для того, чтобы уменьшить роль матери, потому что женщина может выбрать быть просто матерью, но вопрос в том, что если вы ограничуете их только этим, то тогда в обязательном порядке, что вот этот отход на задней позиции регрессивный будет гораздо более сильный. Мы должны убедиться в том, что образование в семье, такие как правильное понимание социальной функции материста, а также признание общих ответственностей мужчин и женщин в развитии и воспитании, и обучении их детей очень важны. И очень важно, чтобы в каждой стране, в каждых традиционных культурных практиках, образах жизни, чтобы все это было очень четко ясно о том, что нет никакой традиции ни в какой культуре, которая бы оправдывала обращение с определенными семьями населения без уважения к их человеческому достоинству. Я думаю, мы все согласимся с тем, что это минимальный приемлемый аспект этого вопроса уважения. Человек как человек нам необходимо быть достаточно осторожными, когда религия или традиции накладывают определенные ожидания, которые противоречат статусу правового положения женщины. И если такое происходит, мы не стараемся с этим боро... Мы не стараемся сталкиваться с этим лицом к лицу. Нам необходимо так или иначе обсуждать этот момент. Необходимо понимать, что есть определенные роли, которые в том или другом обществе ожидаются от мужчины или от женщины. Они не обязательно должны быть абсолютно одинаковыми, но они должны затрагивать уважение. Также вопрос стереотипизации – вещь, которая достаточно беспокоящая, потому что мужчины и женщины все в большей и большей степени подвергаются определенному влиянию через стереотипы средствами массовой информации, потому что молодежь влияет, сейчас опять-таки социальные сети, очень большая возможность нанесения потенциального вреда, если мы не в нашем обществе не будем относиться ответственно к этим вопросам. Соответственно, перед вами тут и другие ряды вопросов вы видите на экране, которые сами себе можете задать. Взять, например, вопрос про последний пункт, который представлен на этом слайде. Как насильное поведение между супругами воспринимается среди женщин и среди мужчин? Вы знаете, насилие в отношении женщин намного более широко распространено, чем вы думаете. Там оно существует, но многие общества предпочитают об этом, молчат, не признавать его существование, они не хотят затрагивать этих вопросов, но также иногда они могут находить и оправдывающие факторы для подобного насилия. Вот это основная беспокоящая часть. Об этом тоже необходимо помнить, ни в коем случае не забывать. В шестой статье также увидите вопросы, которые раньше были затронуты уже с профессором Романом ранее. Вопрос эксплуатации женщин и их нелегальной транспортировки. Мы опять-таки знаем, что это очень, к сожалению, очень большой тренд. Трансграничные и транснациональные преступления. Женщины в основном, женщины и девушки являются жертвами подобных транспортов. Женщин необходимо рассматривать вопрос законодательства. Профессор Роберт рассказывал о некоторых аспектах, касается отчетов по состоянию ситуации в Российской Федерации на 2011 году. Какие улучшения вопроса законодательства для препятствия подобным практикам? Какие вопросы связаны с проституцией? Нелегальна ли она в рамках законодательной системы? Кто и как за это она оказывается? А если она определяется как легальность, существуют ли какие-то инструменты санкции в случае эксплуатации лиц, занимающихся проституцией? И также говоря, учитывая то, что мы видим все растущий тренд в этом аспекте. Если мы смотрим на седьмой статью политической и общественной жизни. Видимо, вопрос. Да, пожалуйста. Хорошо мнение. Необходимо прокомментировать за следующим вопросом проституции в частности. На данный момент идут обсуждения, как вы знаете, большого количества западных стран сейчас и на клиента. Также лица, занимающиеся проституцией, определенные санкции, заявляя и объявляясь проституцией нелегальной. Соответственно, определенная работа проводится, исследования в этой сфере проводятся. На данный момент мы отталкиваемся от существующей системы в каждой стране, с которой ведем диалог. Соответственно, есть страны, в которых проституция легальна, легальный вид деятельности. Соответственно, там мы стараемся обеспечить юридические меры защиты женщин, занимающихся проституцией. Там, где это нелегально, тем не менее, будем заботиться о защите их прав. Но так, иначе, правильный вопрос задали. Общее восприятие, общей точки зрения на данную тему на данный момент не существует. Позвольте, я вернусь. И, пожалуйста, остальным также просьбу, если у вас есть вопросы, задавайте вопросы. Если это касается того, информация на конкретном слайде, самую нужно было догадаться, ранее предложить. Давайте продолжим. Статья 7, опять-таки. Мне кажется, это очень-очень важный элемент, поскольку мы начали с права на голосование, то, что это основоплагающее право в обеспечении, право женщин выбирать и самим избираться на политические роли. Очень важно рассмотреть на то, как женщинам предоставляют соответствующие права и насколько... И какова реализация этих прав в реальности. Для того, чтобы суметь оценить, имеет ли женщина право голосовать на выборах, пользуются ли они этим правом, или имеется что-то, что препятствует им использовать это право, и что это может быть. Мы, естественно, хотим, конечно же, рассмотреть, какие факторы, так или иначе, препятствуют их участвовать в политической деятельности. Иногда это просто финансовые препятствия, иногда и в политические партии. И, наоборот, не поддерживают женщин в такой работе. Другими словами, здесь большой набор разных аспектов, которые необходимо учитывать и которыми необходимо работать. Статья 8 также актуальна. Это представлены женщин и участие в публичном секторе, а также в законодательном и правовом секторе, а также на уровне дипломатии, на всех уровнях органов власти. В данном аспекте можно видеть, как проводится оценка прогресса. Например, 20 лет назад изначальный отчет подавался в комитете, он по реквендации дискриминации в отношении женщин. Какова ситуация сегодня? Иногда, однако, мы видим то, что страны откатываются. Вместо того, чтобы двигаться дальше, они, например, откатываются, и, соответственно, необходимо анализировать, а что привело к этому откату, и каким образом можно объяснить те процессы, если раньше они имели очень высокую степень представленности, как в правовом, в законодательной власти, в полицейских и так далее, а сейчас нет, углубляться не буду. Так или иначе, это аспект экономически-социально-культурный, но так или иначе, самый важный аспект права – это национальность. Право на национальность определяется как право иметь права. Если у вас нет национальности, тогда вы не будете иметь многих прав. Вы как никто не будете права иметь ни на здравоохранении, ни на что. Вы как тень, отсутствующая, соответственно, ключевым элементом является наличие национальности. У женщин всегда исторически были сложности, причем потому что, когда они выходят замуж, очень часто некоторые страны их рассматривают то, что если они принимают национальность своего супруга, тогда необходимо лишить их оригинального национальности, а дальше, если идет развод, как же получить обратно свою национальную принадлежность, не говоря уже о вопросе передачи права на национальность своим детям. Очень многие страны не дают женщинам право передать своим детям их национальность, и это верно и сегодня. Это чрезвычайно важная сфера. Вне зависимости, замужняя женщина или нет, иметь вопросы равного права на приобретение, смену и сохранение своей национальности, передачи на национальности. И какие социально-экономические, культурные факторы, которые влияют на то, как женщины могут реализовывать соответствующие права. Когда вы выходите замуж за негражданина или меняете свое гражданство, как меняется статус женщины в данном случае? Опять-таки здесь четко и явно присутствует аспект дискриминации. Мужчинам намного проще передать свой национальность своей супруге, своим детям практически автоматически в так называемых, скажем, развитых странах. Сейчас же давайте я начну переходить к очень важной статье. Это об образовании. Почему? Потому что начинается обретение прав женщинами с образований. Так вот, статья 10, вы сами увидите, огромное количество подпунктов, которые имеют совершенно высокое значение для обеспечения доступа к равным образовательным программам, качеству программам, доступ к тем или другим элементам программы, вопросы устранения сложностей, которые препятствуют девушкам продолжать обучение, те или другие направления обучения, например, научные стереотипы, поскольку, ну, девочки же, они же должны заниматься литературой или заниматься и типа так карьерной лестницей, в которой, ну, типа женские рабочие направления, и не трогать вопросы исследований научной деятельности от них. Так вот, факт того, что мы очень часто обеспокоены также вопросами финансовой возможности семьи, дать возможность детям идти в школу и отдавая приоритет на обучение сына, а оставляя дочь в доме, я говорю, большое количество разных причин бывает. Это, на самом деле, та сфера, которая очень тесно, напрямую связана с экономическими, социальными и культурными правами и имеет чрезвычайную важность, не говоря уж, когда мы говорим о праве на образование в странах, в которых идет конфликт или кризис, или в регионах, там, где вопрос безопасности становятся важным фактором, который препятствует девочкам оказываться в школе. И в этом контексте, опять-таки, большое количество вопросов также подготовлено, которых необходимо помнить для того, чтобы позаботиться, что дискриминации либо нет, либо позаботиться о том, что над устранением дискриминации работа ведется. Статья 11, опять-таки, является ключевым аспектом экономических и социальных прав. Это вопрос трудоустройства. Государство-участники призывается подпоминять все возможные меры для устранения дискриминации против женщин в вопросах трудоустройства, для обеспечения равенства мужчин и женщин в равных прав, особенности права на работу, как неотъемлемое право всех человеческих существ. Сейчас, вы знаете, в некоторых обществах не стимулируют, всячески не стимулируют женщин не работать, потому что это не укладывается в те роли, которые... Так вот, не означает, что женщины должны работать любой ценой, а женщины могут принять решение не работать, концентрироваться в чем-то другом, если они имеют соответствующие возможности и имеют право выбора. Взять меня. Я всю свою жизнь работаю иногда. Сожалею, конечно же, что я, может быть, не способна больше времени уделять своим детям, когда они были маленькие. Но я понимаю, я не говорю, что любой ценой необходимо поступать таким образом, но я хочу сказать, что речь идет о том, о сознательном выборе. Если у них есть право выбора, и общество поддерживает их использовать, это выбор от альонических проблем, право на равные возможности по трудоустройству, критерии по отбору в вопросах трудоустройства, право на свободу выбора профессий, трудоустройства, на продвижение по службе, безопасность рабочего места и получение соответствующих выгод, право на социальное страхование, обучение и прочие аспекты, которые очень важны в вопросах трудоустройства, мы к ним, к этому будем, к сожалению, возвращаться, причем потому что, опять-таки, эта практика, которая на сегодня распространяется, это сексуальное домогательство на рабочем месте. Если не получается защищать женщин от потенциального сексуального домогательства на рабочем месте, это является одним из факторов, который мешает или препятствует их желанию искать трудоустройство. Это фактор, который способствует дискриминации. Так вот, здесь достаточно много вопросов. Мы тут, вот здесь вот, на этом слайде говорится, о возможности женщин получать, уходить соответствующий отпуск по уходу за ребенком, хотя сейчас работаем активно и над тем, чтобы и отец мог взять такой отпуск, если у матери не получается или иначе, предоставить дополнительную защиту женщинам в ходе беременности, в разных, особенно в случае, если они занимаются работой, которая для них может оказаться опасной, потому что у ВОЗ есть соответствующая классификация, которыми не должны заниматься беременные женщины. Так вот, в соответствии со статьей 11, опять-таки, энное количество вопросов, которые здесь также представлены, вы видите на экране, вы можете задуматься о них, подумать о том, как они уместны в том или другом вашем конкретном контексте, вашей страны, относительно практик трудоустройства, имеют ли женщины в конкретном стране право на равную оплату равного труда. Возможно, в контексте Российской Федерации на бумаге трудовой кодекс соответствует всем требованиям. Вопрос, однако, встает о реализации его воплощения, о независимости судебной системы, способности добиваться реализации соответствующих требований. То есть, греча, это результат. Вот статья 12, равноправие в доступе к здравоохранению, это, опять-таки, очень важная статья, потому что мы знаем, что и вопрос в целом здравоохранения может оказаться очень сложным, если сложности, связанные с процедурами здравоохранения, могут охватывать больше, понятно, сельские регионы, нежели городские, но пожилые женщины, женщины-инвалиды. И открывая вот здесь вот скобочки о том, что вы говорите о разнообразном дискриминации. А, ты женщина, Б, ты живешь в сельской зоне, и С, например, ты инвалид. Теперь представьте, как много разрезов, срезов дискриминации, с которыми вам, возможно, придется столкнуться для того, чтобы получить доступ к базовым услугам здравоохранения, которые вам нужны. Так, отслеживаю свое время оставшееся. Статья 13, одна из статей, которую я обожаю, на мой взгляд, недостаточно хорошо понимают важность этой статьи стороны участники. За последние 12 лет достаточно активно работаю. Мне возникает ощущение, что мы порой выжимаем, не уделяем внимания на социальные и экономические блага. Так вот, статья говорит о том, что государство, участник должно принимать подходящие, соответствующие меры для искоренения дискриминации в отношении женщин в таких сферах, как экономическая и социальная жизнь, для того, чтобы обеспечить на основе равенства мужчин и женщин равные права особенностей, право на семейные выгоды, право на получение банковских кредитов, ипотеки других форум финансового кредита, право на участие в мероприятиях культурно-спортивных, всех аспектах культурной жизни. Так вот, когда достигает время для представления отчета, однако государство, участники даже не предоставляют информации о том, насколько в их государстве реализованы соответствующие права. И мы стараемся обратить их внимание на эту статью, показать им, что в их конкретной стране существуют возможности для улучшения ситуации. Некоторые аспекты, в данном случае список вопросов, которые направляют на возможное улучшение в указанной сфере, опять-таки, что такое юридические, социально-культурные против барьеры, которые так иначе препятствуют женщинам принимать участие в нерабочих, свободных, непрограммируемых мероприятиях, спорт и прочие аспекты, получают ли женщины доступ к тем с формам кредита, банковские кредиты, финансовые услуги, ипотека, может ли она сама сделать, необходимо ли получать разрешение супруга, что совсем до недавнего периода времени во многих западных странах была женщина до недавнего времени, если не ошибусь, не совсем понятно, 14 или 40 лет назад женщина не имела права иметь самостоятельный банковский счет без разрешения мужа. Так вот, 14 страна недостаточно внимания получает у нее во всех странах, очень важный аспект, однако женщины в сельской местности, как уже ранее упомянул, достаточно большое количество срезов по дискриминации, а вы можете оказаться женщиной, когда вы в сельской зоне находитесь, вы уже были уязвимы, поскольку не имеете доступа к тем же самому набору и качеству услуг, потому что и соответствующая организация, инфраструктура не такая же, дальше это и сельское хозяйство, это не формальный экономический сектор, это не сектор там, где люди получают защиту с стороны социального страхования и так далее, соответственно, это тема, которая вызывает беспокойство. Статья 15, это равноправие перед законом в вопросах о гражданских делах, это очень важно, так вот, наш комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, профессор Роман уже услышали общие комментарии, мы называем общие рекомендации, вкратце этого даже коснусь подготовки общей рекомендации о доступе женщин к системе правосудия, поскольку именно тут дело касается реальной работы. И на этом я, пожалуй, завершу 16 статью, и самая последняя статья, касающаяся равноправия в браке и семейное право. Очень важный, очень огромный сектор, получающий неравное внимание разных стран, следуя тем или другим традициям, и тут мы стараемся работать постепенно, шаг за шагом, со всеми странами-участниками для обеспечения прогресса в реализации соответствующих возможностей. Да, пожалуйста, ростаем. И вот сейчас мы переключимся на... Вот это. Сейчас. Так вот, вкратце о самом комитете. Мы с вами говорили о конвенции, а теперь о самом комитете. Мы поговорим сейчас о 17 статье конвенции. Там вопросы голосования выбора, соответственно, видно, кто и когда, сколько кого разбирает. И, соответственно, здесь идет о равном географическом распределении представлений различных форм, различных форм юридических систем. Это очень важно, когда вы говорите об этих экономических и социальных правах, и у нас есть более широкая презентация, чем лучше вы больше можете говорить с людьми и представлять институт своей страны, той, которую вы смотрите. И тут, конечно же, она не ограничена только одной какой-то стороны. Что делает этот комитет? Вот мы и рассмотрим. Я очень быстро сейчас буду говорить, потому что это было представлено профессионально Романа в контексте его комитета. Но это очень похоже все. Просто несколько имейте в виду о том, что мы делаем предложения соответствующие, особенно те, которые заседают в своих странах и те, которые преследуют свои общие цели и роли с точки зрения применения рекомендаций. И также мы проводим и делаем, как я уже говорил, общие рекомендации. Мы сегодня уже выработали 32 общих рекомендаций. Я покажу вам темы, которые вот здесь у нас есть. Посмотрите, они сиди на слайде. Это сегодняшний состав комитета. И как я вам говорил уже, это у нас отражает состояние дела на январь 2015 года. И другие еще аспекты, которые бы я хотел очень-очень-очень коротко посмотреть, это типы документов, на которые мы работаем, которые, это общие документы, которые каждая страна должна представить для всех, всего объема прав человека. Они важны для общего обзора или для процедур специальных наблюдателей докладчиков. То есть специальные общие документы. Мы все больше и больше хотим, чтобы эти документы были регулярно обновляемы. И мы смотрим на отчеты гражданского общества каждой страны, которые представляют так называемые теневые отчеты, которые очень важны для того, чтобы посмотреть и сравнить того, что госорганы говорят и то, что реально происходит. Плюс у нас есть еще и конфиденциальный отчет от различных агентств ООН. У нас есть конструктивный диалог как раз точно таким формате, каким профессор Роман говорил в других комитетах. И у нас есть заключительные наблюдения. И опять-таки в случае СИДАУ каждые четыре года, это соответствующие отчеты, которые каждая страна должна предоставить. Мы должны удостовериться о том, что эти отчеты касаются применения вопросов пекинской платформы и пособенно той повестки, которой мы придерживаемся во второй стадии. Мы также хотим убедиться в том, что это касается тех стран, которые вынесены были резолюцией 1325. И она также активирует резолюцию, и мы хотим убедиться в том, что она касается заключающих наблюдений. Мы отчитываемся к генеральному секретарю нашей деятельности. И затем генеральный секретарь докладывает конвенцию о том, что происходит. Потом происходит генеральная ассамблея. Мы также пытаемся... Я просто вам показываю саму систему функционерной сессии, но там слишком много деталей. Вам это не нужно. Просто коротко по поводу добровольного протокола. Опять сегодня утром говорилось о том, что каждый договор развивался и разработал свой добровольный протокол. И всего только 109 стран ретифицировал до сегодняшнего дня этот протокол. Там есть обязательства по отчетам, которые были запущены, особенно во время Венского процесса в 1993 году на мировой конференции по правам человека. И потом был принят протокол в Китае. И теперь мне кажется, что коротко эти два добровольных протокола – это вопрос коммуникации. Вы не можете прибегать к помощи комитета до того, как вы щерпали все национальные меры. Это очень важно. Но мы получаем огромное количество всевозможных сообщений. И есть определенные критерии, которые здесь будут перечислены, которые я тоже долго говорить не буду. из-за ограничения времени я хотел бы, чтобы вы задали лучше вопросы мне. И эта презентация здесь останется. Она будет в нашем офисе. Если вы хотите, вы можете получить ее, забрать себе, если вам она покажется интересной. И это моя цель и мое желание заключить презентацию тем, что у вас есть знания, у вас есть информация в форме общих рекомендаций, которые выработаны нашим комитетом. и то, что наш комитет... Комитет, как я вам сказала, вырабатывает с моего начала своей организации, выработал 32 рекомендации. И они, вот посмотрите здесь, они по поводу большого количества различных вопросов. Там очень-очень-очень много различных направлений, которые должны быть отобраны всеми 23-мя экспертами. Это не очень простая задача. Но я, как я вам хотел, сказал, и профессор Роман сказал, это мягкое законодательство, которое просто дает возможность такие дать руководящие общие направления, чтобы перед глазами держали перед собой такие вопросы, например, как специальные меры, касающиеся национального законодательства по вопросам ресурсов, насилия по отношению к женщинам. Просто для вашей информации у нас есть два еще акта, которые у нас мы хотим обновить. И это насилие в отношении женщин, потому что этот феномен очень широко распространен по всему миру. У вас также есть много специфических вопросов, касающихся пожилых женщин. Это женщины-мигранты, работники. И еще один момент, который мы приняли с того момента, как я присоединилась, и это для меня большое значение имеет. Это номер 29, касающийся экономические последствия брака и семейных отношений. И номер 30, женщин по предотвращению конфликтных связанных женщин. 31-е, это вредные практики, это обрезание женщин, обрезание молодых девушек и те, которые касаются статуса беженцев или людей без гражданства. И мы также сейчас работаем над равным доступом женщин к системе юриспруденции, вопросов изменения климата. То есть, вот это все те рекомендации, которые в настоящее время находятся в стадии подготовки. И поэтому, позвольте мне сейчас быстро двинуться к следующему этапу. То есть, вот они здесь, вот этот список. Здесь комитет существует уже 32-33 года. У нас есть 32 рекомендации. Это большое количество рекомендаций. Большая работа. И в заключении, я бы хотел показать вам три веб-сайта, которые имеют очень большое значение. Там много информации. Извините, что оно не трудно. Трудно иногда, особенно после обеда, переварить всю эту информацию, переработать ее в голове. Но там есть, конечно, вся эта информация. У нас есть специальные офисы, которые имеют представительство в Российской Федерации, которые реально существуют и находятся в контакте с университетами и, соответственно, институтами и организациями. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, делайте это. Сейчас я бы хотел спросить вас, можете ли вы, взяли бы вы вот эти презентации и посмотреть те области, которые бы касались вас, беспокоили вас, касающиеся дискриминации в отношении женщин и какие бы средства, вы думаете, были бы полезны, чтобы исправить эту ситуацию. Пожалуйста, выскажитесь по этому поводу. Если у вас какие-то есть еще вопросы отдельные, конкретно по другой тематике, пожалуйста, спрашивайте. Большое спасибо.